Службы и ведомства городского округа Люберцы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Текущие вопросы обсудили на очередном онлайн-заседании оперативного штаба в администрации. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление Люберецкой поступило 1700 обращений граждан. По данным обращения возбуждено 34 уголовных дела, раскрыто по горячим следам 30. Кроме того, на территории обслуживания Люберецкой госавтоинспекции произошло 134 аварии. Две из них с пострадавшими. Такими выдались трудовые будни у стражей порядка. Насыщенной была неделя и у огнеборцев. Им предстояло потушить семь возгораний. Четыре из них произошли в квартирах, остальные в нежилых помещениях. Один пожар. Одноэтажное некапитальное строение, где было обнаружено обгоревшие фрагменты тела человека. Сейчас там отдел дознания выясняет все моменты. На учете в Люберецком центре занятости состоит более 7 тысяч жителей округа. Пособия по безработице получают порядка 5,5 тысяч человек. Появленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода составила 798 вакансий. По городскому округу Люберцы 608. Из них по рабочим профессиям 271 вакансия. Также стали известны обновленные даты проведения ЕГЭ. С 3 июля по 8 августа единый государственный экзамен проведут для выпускников, которые приняли решение поступать в высшие учебные заведения. С 30 мая начались летние каникулы. Но в настоящее время в целях подготовки выпускников к единому государственному экзамену продолжаются онлайн-консультации по выбранным детьми учебным предметам. И самое масштабное ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня – 6 и 7 июля. В единую дежурную диспетчерскую службу 112 за минувшую неделю поступило почти 9,5 обращений граждан. Все сотрудники продолжают работать в усиленном режиме.